Здравствуйте, с вами Анастасия Королёва и сегодня мы поговорим с вами о спорте в Бонни. Одной из популярных игр здесь является крикет. Это командный неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, в которых используются бита и мяч. Крикет зародился в 16 веке на юге Англии. Мы узнали, как в него играют студенты в Германии сегодня. Сегодня мы играем в крикет просто для удовольствия и для того, чтобы получить определенную физическую нагрузку. Крикет это игра двух команд, состоящих из 11 спортсменов каждая. Мы играем с битой и мячом. Один из участников команды кидает мяч, в то время как другой должен отбить его битой. Очки насчитываются за так называемые перебежки, runs. Когда бьющий игрок отбивает мяч, он бежит к противоположному столбику. Игрок, стоящий на противоположной стороне дорожки, бежит ему навстречу, стараясь занять место бьющего. Цель игры в крикет набрать большее число очков, чем соперник. Играя в крикет я получаю удовольствие, это занятие делает меня счастливым. Помимо крикета я также играю в другие игры. Здесь есть очень много возможностей для занятия спортом. Баскетбол, футбол, бамбинтон, фризби. Люди кругом занимаются скейтбордингом. Бун отличный город для занятия спортом. Если бы не настоящая ситуация с пандемией коронавируса, вы бы могли увидеть гораздо больше людей, играющих во все эти виды спорта на улице. Стоит отдать должное жителям бывшей столицы. Любую погоду на улицах Бонна можно увидеть горожанина, на пробежке, за рулем велосипеды или как герои нашего следующего сюжета, увлеченные играющие в новую для нас игру. Викинг и шах. Шахматы викингов. Эту игру называют также куб или шведские ворки, от места происхождения, острова Готланд, Шотландия. Простота элементов игры позволяет изготовить набор самостоятельно. А именно, это четыре колышка, с их помощью отмечаются границы поля, шесть бит, они используются для выбивания фигур в поле. Король и десять маленьких кубов. Это самая активная фигура в игре. Вначале их по пять у каждой команды. В процессе игры, команда старается выбить их на стороне соперника, используя биты. Есть две играющие стороны, откуда игроки пытаются сбить кубы противника. Это делается не мечом, а специальными битами. Биту нужно бросать особенным способом, держа ее не горизонтально, это может быть намного легче, а прямо. Тогда она, крутясь в воздухе, должна попасть именно в цель. Начинается игра с броска биты королю, главному элементу игры. Игрок, чья битая окажется ближе к фигуре короля, получает право начать игру. При броске важно учитывать золотое правило игры. Тот, кто собьет короля, не сбив основные кубы противника, проигрывает. Игра куб имеет такую необычную особенность для спортивных игр, как возможность играть неравным составом. Так, собирая компанию для игры, не стоит переживать, чтобы число участников было четным. Следующей игрой станет всеми любимое здесь занятие на свежем воздухе фрисби. Русскоязычный назовут это летающей тарелочкой. Интересно, что фрисби формально является не общим названием летающих дисков, а только товарным знаком игрушечного подразделения корпорации BOM-O компании Metal. Тем не менее, слово фрисби используется для обозначения летающих дисков вообще. Первый раз я познакомилась с этой игрой в детстве. Мы с моими сестрой и братом часто играли фрисби. Это всегда было веселым занятием для нас. Несколько дней назад Нур показала мне этот новый вид игры. Я нашла его всего за 2 евро и подумала, почему бы не попробовать новый стиль игры. Я также никогда не играла в такой фрисби раньше. Я даже не могу представить, как ты угадала, что это фрисби. Там было написано на этикетке фрисби. Ах да. Мы приходим сюда и играем вдвоем. Да, мы просто бросаем фрисби друг к другу. Я не думаю, что здесь есть какие-то особые правила. Мы бросаем и стараемся поймать. Иногда тарелка улетает далеко за пределы поля. Во время пандемии иногда мы ездили на велосипедах. Да, в Бонни и окрестностях есть много красивых мест для велопрогулок, как например Кеникс Винтер. Также это было время Рамадана, мы готовили совместный тар. И в целом основную часть свободного времени я проводила на кухне, так как очень люблю готовить. А я убиралась. Да, и все это с соблюдением большой социальной дистанции. Ну а на сегодня все. Оставайтесь с нами.